Отсчитали обратный отсчет, друзья мои, высокие технологии, голосом режиссер скомандовал, поехали, мы начинаем. А почему мы начинаем? Потому что, наконец-то, как говорится, по душе, наконец-то наш сегодня вечерний с вами стрим будет самый высокотехнологичный. Кстати говоря, Артем, идет год науки и технологий. Конечно, мы все этому рады, поэтому мы здесь и собрались. Вот, друзья, понимаете, все российского масштаба у нас сегодня будет премьера на нашем Амазоне, потому что, наконец-то, пришло то, что вызывает много вопросов, много страданий, многие это хотят, кто-то этого боится. И это делает наш мир немного чище. Кстати говоря, потому что будем сегодня говорить именно об очищении нашей с вами жилплощади. Что бы это ни было, это может быть квартира, загородный дом, да? Да хоть офис. Да хоть офис, ребята. Роботы-пылесосы, они пришли в наш мир, многие их любят, многие их побаиваются. Сегодня будем разрушать мифы, дарить вам лайфхаки какие-то. Но главное, теперь от меня, ребят. Я, когда выбираю себе технику, всегда думаю, ну, надо же сразу смотреть по топам. А я думаю, а работа чем отличается? Поэтому сегодня в прямом эфире мы готовы ответить на ваши вопросы, встретив бренд лидер, мирового лидера в производстве роботов-пылесосов. Мало того, Артем, поправь меня, если я не прав. Я, когда готовился к стриму, я понял, что именно Roborock является во многом родоначальником огромного количества функционалов всех других роботов-пылесосов, которые существуют в мире. Особенно современные. Да, роботы-пылесосы существовали и до них. Но именно эти роботы-пылесосы, именно Roborock, первыми применили такие технологии, как лидер для сканирования помещений, обработку ковров автоматическую, щетку, которую чистят, можно сказать, ультразвуком с максимальной вибрацией. Все это, это именно Roborock. Серьезно? Да. А ты что-то знаешь? То есть, это бренд инноватый. А ты что-то знаешь в этом, друзья мои? Я еще не это расскажу. Артем Сутягин вместе с нами сегодня. Мне нравится, что ты, в принципе, независимый эксперт по современным технологиям. Это очень круто. Артем, добро пожаловать. Хотя ты наверняка все-таки любишь этот бренд. Конечно. Да. Ну, а, друзья мои, сегодня умные вопросы, множество сюрпризов. И сегодня такие цены, которых не было никогда. И сегодня такие подарки, которых не было никогда. Макс, пойдем покажем мы тихонечко эти подарки. Друзья мои, как их получить, расскажу прямо сейчас и буду рассказывать несколько раз за эфир. Смотрите, все вот эти подарки, все. А это без малого... Артем, что это? Это какой-то... Отличный рюкзак. Хрустный каждый день. Так. А это что? Это USB. Что можно было заряжать? Телефон. Ребят, рюкзак с зарядкой для USB. Здесь всякая куча огромных каких-то примочек крутых. Он сделан анатомически верно, да, с определенными вставками. Чтобы не жарко было даже есть специальная. Чтобы не жарко было. Сюда можно положить ноут. Здесь можно делать все классно. И вот, смотрите, какой. Брендированный офигенный просто рюкзак. Его вы получаете. Потом брендированная спортивная бутылочка. Вот, это что, термос? Да? Да. И термос вы дарите? Слушайте, какой бренд щедрый. С ситечком, стильники, глубокого синего оттенка. Подарок бесплатно. Подарок вам. Вот такой зонт фирменный от Роборок. Кстати говоря, к сожалению, осень, ребята. Осень настает уже совсем скоро. Зонтик нам понадобится. Вот такой вот зонт фирменный. Дорожный, домашний, любимый, компактный. Вы получаете. Даже поставлю его вот сюда. Ну и, конечно, а это что? А, а это такая вещевая. Это если вот такого рюкзака много, можно пойти с таким? Слушай, ну даже какое качество крутое. Ребята, я много всего перепробовал. И это тоже в подарок. И эти какие-то. Какой бренд, такое качество. Ёшки-матрешки. Все это вам. Все это вам просто. Вы приобретете любой пылесос, который мы сегодня будем смотреть. Все это достанется вам. Вам останется только одно. Применить промокод. Такой промокод. Давайте с вами расскажу и покажу. Наверху, видите, вот я вам покажу. Наверху промокод LAMOBILE2021. Вот видите, с синеньким написано. Применяя этот промокод, вы получаете дополнительную скидку. Дополнительную скидку. В тысячу рублей на любой из робот-пылесосов, о котором мы сегодня говорим. И применять промокод, вы получаете все подарки, о которых я только что сказал, совершенно бесплатно. Итак, действует предложение. Это вот пока мы с Артем будем общаться, что-то тестить в течение часа. И три часа. Три часа после. Для того, чтобы вы выдохнули, позвонили мужу или жене, сказали, такие пылесосы офигенные. Лидеры мирового производства. Сто процентное качество. Давай еще заберем подарки. Все понятно? Окей. И погнали. Тём, ну давай с тобой сядем тогда. Смотри, мы сегодня поговорим с тобой о... Так, ребята, звук ужасный пишет. Почему? Люда, пожалуйста, тоже скажи мне. Робот может разговаривать с колонкой Алисой? Кстати, может, нет? Робот управляется либо приложением, либо голосом. То есть он потягивается в приложении Mi Home, а уже все, что может работать с приложением Mi Home, может он управлять. Будь то телефон или какие-то другие устройства. Так, ребят, все у нас слышно, видно, все понятно. Смотри, Roborock. Да, то есть когда... Кстати, давай посмотрим первое. Да, конечно. Посмотрим. Первое, ребят, первое, о котором мы будем говорить, это линейка Е, да? Да. Новая модель в линейке Е называется Е5. Она функциональнее, лучше предыдущей модели. У нее появились обновления соответствующие. И именно эта модель на данный момент является в таком, не в самом топовом сегменте, в массовом сегменте, в хорошем, уверенном, крепком среднем сегменте, лидером по всем технологиям. То есть этот пылесос еще стоит не очень дорого, но уже предлагает очень крутые функции. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, и мы, ну, вопросов много наверняка будет, да, тема невероятно актуальная. Если вы будете задавать, и мы не успеем вам отвечать с Артемом, здесь у нас в чате есть представитель бренда, и он с удовольствием вам ответит, высококвалифицированно. Я пока приветствую всех, подходите, давайте к нам. Привет, наш любимый, неповторимый Эндрю... Наташа, почему я прочитал именно это сообщение? Привет, привет. Какая сумма скидки? Вопрос, что с перепадами высот? Отличные вопросы, значит, вы подготовлены. Сейчас расскажу. Значит, скидка у нас в стриме. Извини, да, я все по цене, просто хочу вас поразить. Во-первых, изначально в прямом эфире заявлено предложение 16 и 17 процентов скидка. Это самая низкая цена на рынке. Применяйте промокод, дополнительную скидку получаете, и все эти подарки. Понятно? Погнали. Итак, линейка новая, Е5, да? Да. Вот можешь сказать сразу, блин, здесь так классно, большая батарея, круто убирает. Какие-то вот прям вот для нас, простых пользователей, классные какие-то плюшки. Начнем с того, что у этого робота-пылесоса силов всасывания 2500 паскаль. Это очень много, он может справиться с практически любым мусором. Я думаю, мы это сегодня еще проверим и покажем. Но этого достаточно, и по рынку найти такие значения не всегда получится, поэтому это, в общем-то, лучшее практически значение по всему рынку. Он может преодолевать высоту до 2 сантиметров, то есть ковры даже толстые для него не проблема. Какие-то порожки в помещении для него это тоже абсолютная ерунда, он спокойно с этим справляется. Ну и здесь высокая система фильтрации высокого класса Е11. Она позволяет отфильтровать буквально все, что он всасывает внутрь и выпускает наружу чистый воздух. Так, давай пока ты будем рассматривать ее. А, то есть здесь фильтрация. Конечно. Для аллергии вообще топ. Конечно. Так, давай смотреть. Учитывая, что роботы-пылесосы в принципе нужны не для того, чтобы убираться, когда дома лежит вот такой слой пыли, они убираются по чуть-чуть каждый день, когда в помещении, в общем, практически чисто, то эта система еще лучше работает. Это важно, друзья мои, да? То есть мы говорим, что мы не запустили его, он сделал генеральную уборку. Он работает 2-3 раза в день, хоть 5 раз в день. И вам не нужно делать то, что мы так не любим, генеральную уборку по выходным. Просто запускаете его, когда вы уходите из дома, и все. Так, смотрим, что я получаю, когда я его покупаю. Значит, он приходит так. Вот если я беру роборок Е5, мне надо же выбрать только цвет, да? Я так понимаю? Да, они бывают черного и белого цвета. При этом это не все, что вы покупаете. Когда человек покупает такой пылесос, он получает не просто эту коробку, она упакована еще в дополнительную коробку, которая будет такого коричневого обычного картонного цвета. Это сделано для того, чтобы, если вы заказываете его кому-то в подарок, или покупаете его для себя, хотите себя порадовать, когда его достаешь оттуда... Сразу все, ребят, проверили на прочность. Он сразу в дело просится. А, то есть, понятно, будет еще защитная коробка, когда к вам придет. Да, чтобы не повредить именно вот эту красивую внутреннюю коробку, чтобы ощущение распаковки было вау. Так, это что такое сразу? Это подставка под него, чтобы он стоял на месте, и у нее было четко свое место. Она приклеивается к полу, чтобы не повредить его, чтобы он не смещался, ничего. То есть, она стоит у станции, грубо говоря, заряда? Да, да. Так, дальше что? Ну, рассказывайте. Так, это у нас... Здесь у нас находится пульт. Пульт идет сразу с батарейками. Он позволяет управлять пылесосом с него. То есть, можно управлять, запускать уборку, отправлять его на док-станцию. И даже есть специальные кнопки, которые позволяют двигать его просто в пространстве. Можно обсудить? Да, конечно. То есть, я так понимаю, что... То есть, можно управлять им как с джойстика, как какой-то машинкой на пульте управления. А, ну вот у нас черный открыт, да? Смотрите, то есть, я управляю... Если кому-то сложно управлять, например, с телефона, ты приложил... То же самое можно делать с телефона, через приложение. Ага. Те же самые кнопки. А, слушай, ну вопрос такой достаточно, да? Конечно, лево, право, вперед, поехал. Прикольно. То есть, я включил его, а я могу с телефона включить его там на работе за час до моего телефона? Абсолютно. Через интернет, да. Он подключается к вашему Wi-Fi роутеру, к домашнему, и ты можешь его включить спокойно, без проблем, из любой точки мира. Допустим, забыл с утра убраться, думаешь, что у тебя вечером гости придут, нажимаешь кнопочку, приходишь, у тебя там все крошки с завтрака подобраны. Ой, а если ты с девушкой приходишь, да, Настя, случайно домой? На то и расчет. Да, на то и расчет. А у тебя дома чисто, хорошо. Слушай, ну, моя мама, например, приложением бы не очень пользовалась, честно тебе могу сказать, а вот пульт топ. Пульт топ. Ну, знаешь, она начнет, о, я не разберусь. Хочешь включить, включи, все, забудь обо мне. Пульт – это железная золотая классика. Кнопку нажал, все работает. Приложение надо запустить, открыть, перед этим его надо скачать. Зато в нем функций больше. Так, окей. Это на, это… Докумендация, инструкция, быстрый запуск. Так, окей, ладно, это мы ознакомимся. Так, что еще тут есть? Что нам положили? Это что? Это щетка. Для уборки помещений, для влажной уборки помещений. Здесь находится контейнер для воды. В него мы заливаем воду, и его хватает там на примерно полтора-два часа уборки. Контейнер для воды? Да, чтобы была влажная уборка помещений. То есть, пылесос может не только пылесосить пол и ковры, но учитывая, что если у тебя, допустим, дома не только ковры, не только ковролин, то все остальные поверхности надо мыть. И вот он будет этим заниматься. Да ладно? То есть, он и моет, и… Это прям комбайн такой. Ребят, вы что-нибудь пишите-то вообще? Я не понимаю. Видим, конечно. А есть у нее док-станция, какую функцию выполнять не только зарядку, но и выгрузку мусора? Все ясно. Прощай, швабра турбо. Ха-ха, в подарок недорого. Ребят, ну вы ценник видите? Кстати, Тимур, будем отбивать вопрос. Я тебя понимаю. Многие зарплаты 30-40 тысяч рублей. Тут на пылесос надо отдавать. Поймем, за что. Ну, я тебя к лицам, ну, как бы от себя могу сказать, да, я не знаю функционала, но это бренд, лидер номер один. То есть, только представь, есть много робопылесосов. Я хочу что-то купить. А это прародитель многих функций пылесосов, которые есть. То есть, ты сразу берешь базу, понимаешь, основу. И это, конечно, круто. Так, поняли, да? Заливаем сюда воды. Здесь щетка для каких покрытий? Для твердых покрытий. Слушай, а можно и паркет, да, и ламинат. То есть, все нормально. Понятно. Так, вот, кстати говоря, он у нас включенный, правильно? Да. Точнее, вытащить. Можно его запустить. Это черный цвет, ребят. Черный, да, Е5. А в коробке у нас лежит белый. Слушай, он по-русски говорит? Конечно. А, он по-русски говорит? Как хорошо. И инструкция тоже на русском языке. Поэтому с ним еще проще будет справиться. Ты смотри. А скажи, у него есть несколько мощностей? Ну, скорость всасывания есть. Да, есть даже бесшумный режим. Он в приложении прям маркируется таким значком полумесяца. То есть, это что-то вроде ночной уборки. То есть, в принципе, его можно даже поздно вечером запустить, чтобы не помешать соседям. Конечно, сила всасывания будет ниже, но возможность такая есть. Сейчас я его... Смотри, как он считывает? Там есть датчики, которые определяют, где находятся какие-то предметы. И сам в себе еще он может вот этим срабатывать. А, у него амортизация есть? Да. Ага. У него щетки есть, да? Да, они подбрасывают мусор в него, чтобы он его мог засосать. Прикольно. Слушай, а что еще у него есть интерес к такому-то? Датчики, определение ковров, определение автоматической силы всасывания изменения и определение пространства. То есть, он может понимать, где он находится. Есть у нас еще модель, про которую мы поговорим попозже. Она вообще карту помещений строит? Ты выключил, молодец. А можно я приподниму? Ребята, я думаю, что вам интересно будет. Так, ну... Исходную точку для продолжения работы. Ты мой хороший. Слушай, я вспоминуюсь. Вернуть его в исходную точку. Так, давай посмотрим. Вот о чем мы говорили. Это щетка. Вода. Ну, здесь сейчас не залита вода, да? В этом нет. Ага, окей. Вот это основная щетка, которая забирает, грубо говоря, всю эту пыль. То есть, тут она совмещена. Ты понимаешь, что силикон? Да, она, кроме того, что она будет собирать пыль, она еще будет помогать чистить ковры от шерсти домашних животных, от пыли, от каких-то ниток, ворсинок, от всего, что есть. То есть, она сможет еще дополнительно вычищать ковры глубже. Хотя, в свое время, для роботов-пылесосов это было большой проблемой. Вот эти пылесосы с этим справляются. Колеса, вот смотрите, амортизация какая. Достаточно большие, кстати, колеса такие. Да, и у них очень хорошее покрытие, чтобы они не скользили и уверенно управлялись по всем поверхностям. И это значит колесико, которое вращает его на 360 градусов, да? Для опоры, да, для того, чтобы он мог разворачиваться. А что такое Optic Eye? Это система управления, одна из многочисленных, которая позволяет им ориентироваться в пространстве. Слушай, а как вот это снимается? Вот так. Потом она отклеивается. Моется, да? На липучках, да. И снимается вот так. После этого ее можно просто постирать, приклеить обратно. Все очень просто, быстро. Слушай, и реально сила всасывания ну справляется с разным мусором. Конечно. Потестим? Ребята, давайте через 5 минут потестим. Я приготовил этот мусор, разный причем, крупный и слабый, потому что большая проблема. Да, можешь пока вставлять обратно. Много вопросов, по крайней мере, у меня возникает. Робот-пылесос, это, ребята, игрушка или он реально справляется с пылью? Вы понимаете, в чем вопрос? Это уже давно не игрушка. Да? Все уже? Да, все благодаря Roborock. То есть купить их технологиям. Приобретая Roborock сейчас, ты понимаешь, что он взобрал с себя все, что уже накоплено было, да? Конечно. Какие-то проблемы отбиты были. Сейчас ты понимаешь, реально премиальный бренд. Я так думаю, что если тот, у кого был робот-пылесос лет там 7-8 назад, купит сейчас себе вот такой пылесос, он поймет, что это просто небо и земля. Это как купить кнопочные телефоны и современный смартфон. А как его чистить? Ань, показали, вот для ковров супер, супер, Аня написала. Наташа спрашивает, на сколько квадратов хватает воды? Примерно где-то на 120 квадратных метров. Наташа, если у тебя 120 квадратных метров, пригласи меня. Будем тусить с тобой. У нас будет все очень влажно вокруг. В смысле, ну ты понимаешь, да? Все очищено от воды. Страшный сон любого кота. Кстати говоря, вот, домашние животные, ребят, насколько вообще это страшно? Насколько мой хомячок, который ползает по полу, не будет всасан? Или кот? Хомячка, надеюсь, не засосет, хотя сила всасывания здесь очень большая. А от котов все зависит от самого кота. Мои коты, например, спокойно к нему начали относиться. Сначала они его как-то немного побаивались и посадились, потом стали относиться спокойно. Ну вот, например, та собачка, которую мы здесь сегодня видели, вот она точно вряд ли его испугается. Ладно, ладно, работай. Так, давай дальше распакуем тогда, что у нас есть. Вот наш белоснежный вариант. Да, здесь можно сравнить цвета, получается. Это черный, это белый. Слушай, я вообще больше консервативный, я бы, конечно, взял черный, хотя, конечно... А я бы белый. Объяснить, почему? Так, слушайте, тут за белый цвет топит профессионал, эксперт, ну-ка. Во-первых, белый робот-пылесос, если есть какая-то пыль где-то, она будет на него садиться и будет не так видно, потому что все равно какая-то пыль, какие-то небольшие частички будут на него садиться. Ну, все-таки статик и все такое, то есть его надо будет и сверху иногда протирать, но это физика, от этого никуда не деться. Зато белый цвет, он выглядит как-то более стильно и он не будет пачкаться какими-то грязью и прочим, потому что мы все-таки живем в квартирах и в домах, мы же не живем на улице. Это машины белые, кроссовки белые пачкаются, а пылесосу черным быть не обязательно. Слушай, а что это такое, вот эти две полосочки? Это чтобы обходить защиту. А-а-а, все понятно, да? Слушайте, а сама щетка снимается как-то? Да, конечно, ее можно снять, разобрать, почистить. Прикольно. А здесь еще, я смотрю, такая силиконовая вставочка, да? Да, это для того, чтобы засасывание было сюда лучше. Я включил его случайно? Ну да ладно. Поиграл, помигал всем. Так, это док-станция для зарядки. Док-станция. Она как бы... К ней идет вот этот провод, все это подключается в розетку, и он сам может ее находить и вставать на зарядку. У него есть система уборки, которая позволяет двигаться ему, убирать помещение и после этого возвращаться на зарядку, если ему не хватило заряда. Но благодаря емкому аккумулятору вся эта конструкция может достаточно долго путешествовать по квартире и обычную, даже трехкомнатную, большую квартиру убрать за один раз. И это важно, потому что, если, допустим, ты ушел куда-нибудь в магазин или на пробежку, запустил пылесос, ему не хватило емкости аккумулятора, да, он поехал, зарядился, но ему потом надо ее продолжать. Ты вернулся, а он у тебя пылесосит. А так он быстренько там за 10, 15, 20 минут объехал всю квартиру, возвращаешься, у тебя все чисто, а он спокойно заряжается на следующий день. Слушай, то есть я его купил, я его быстренько подключил и вообще не забыл обо всем. Ух, черт, как я хочу, ребята, я просто не могу. Я честно вам скажу, я реально выбираю его, потому что у меня дома нет ковров, а у меня трехкомнатная, тут не надо меня сразу ненавидеть, ребята, трехкомнатная квартира, я долго еще буду за нее выплачивать, но нет ковров, там вот такое покрытие. Ты понимаешь, щетку прилепил, и у тебя все чисто. Откуда берется пыль? Ты понимаешь, я и пылесош, но пыль постоянно, это так раздражает, особенно в тех местах, где ты там не всегда видишь и так далее. Это о чем я говорил, появление пыли процесс постоянный, значит уборка должна быть постоянная, но ты же не будешь с пылесосом постоянно бегать. Да. Вот эта штука справляется, вот для этого нужны роботы-пылесосы. Сколько времени заряжает? Или как бы он там в автомате приехал, зарядился, уехал, зарядился? Он полностью убирает, это процесс не особо важный, поэтому он просто ставится на зарядку и до следующей уборки он будет полностью заряжен. Уборка зарядки достаточно быстрая, ты не убираешься уже каждые 10 минут. Так, ребята, про волосы, вы говорите хорошие вопросы, да, какие я пропустил, а, волосы полметра соберет или намотает, заглохнет и так далее, понимаешь? Реально, волосы, это у нас по 100 волос в день. Нет, ну при желании-то можно и канат ему скормить, но, конечно, он будет их убирать, но они же не будут валяться целым париком эти волосы. Их будет несколько волосинок, да, он их засосет внутрь. Все, никаких проблем не будет. Одно дело, он взял волос, понимаешь, намотал его и остался и все, и больше не убирает вообще. Он там застрял, щетка прокручивается и все. Нет, он будет убирать дальше. Точно? Если мы не поставим себе цель сломать пылесос, то он справится со всем, что есть дома. А если поставим себе цель? Мы его просто кинем, а пол он разобьется. Но мы будем аккуратно. С размашем. Вах, так, спрашивают высоту его, ну, непосредственно высоту, потому что диван, ну, во-первых, вот смотри, наш диван, под него, по-моему, точно залезет, да? Под этот да. Под этот да. Там 9,6 сантиметров у него высота, то есть он пройдет под многие препятствия. Ну, смотри, вот касательно ладони, да, ну, вот он доходит до в среднем фаланге мизинец мыло. Ну, вот так, если поставить, да, ребята? Вот так. Ну, наверное, если у вас очень низкий диван, конечно, не влезет. Хотя, я вспоминаю свой, нет, ну, под мой, наверное, а может и не влезет. А может и не влезет. Не знаю. Я скажу так, что, как правило, дома, если посмотреть, то вся мебель делится на такую, под которую, в принципе, ничто не залезет, и та мебель, под которую он точно залезет. Ну, смотри, кресло. Ребят, у нас 100 пудово залезет. Вот у нас и под диван, у нас диван выше. Вот кресло, под него спокойно залезет. Все там протрет вам и уберет спокойно. Вообще, это круто. Потому что пыль, это же аллергия, ты понимаешь, он не заметно к нам приходит. И собирается она вот именно очень часто в таких местах. То есть робот-пылесос должен уметь пылесосить под какими-то объектными предметами интерьера. Смотри, если попадет жидкость, ничего, нормально. Больших проблем не будет, если это не будет ведро жидкости. Если это просто несколько капель, то ничего ему не будет. Так, откуда он узнает? Свет, хороший вопрос, я тоже так считаю, где он убрался, а где еще нет. Есть для этого куча датчиков, системы, которые распознают, где он ездил, где он не ездил. И он сам понимает, где он находится. То есть, подожди, смотри, да, ребят, у нас у всех разная местность, мы должны это понять. Можешь кататься тогда? Да, конечно. Смотри, у меня такая квартира, у меня мебель здесь стоит, потом здесь. Кстати говоря, завтра я, например, хочу стол переставить. И если он запомнил вчерашнюю расстановку, сегодня, например, у меня мебель поменялась. Для этого у него есть, датчики, которые определяют фактическое положение. Ты можешь переставить стул, ты можешь бросить какое-нибудь кресло на это место. У тебя могут лежать какие-нибудь, я не знаю, предметы, которыми ты пользуешься. Он их просто поймет, что они там находятся, и он их объедет. Объедет, да? То есть, он работает здесь и сейчас. Да. А, например, если я знаю, что комната не меняется, я могу ли запланировать, ну, то есть, точную карту выстроить? Я хочу, чтобы он убирался вот здесь, вот только вот так. Эта модель именно так не может сделать, но мы поговорим о том, Другая модель может какая-то? И она здесь сегодня, у нас с нами? Да, она с нами. А, ребят, мы сегодня говорим о двух моделях. Е5 и... С7. А С7 это типа круче? Это, да. Это топ технологий. Это максимум того, что могут предложить роботы-пылесосы и не только Roborock, а вся индустрия. Ребята, следующий пылесос это то, что сейчас альтернатив других в мире не существует. Вот в мире все, что придумано, кстати говоря, многое из того, что придумано, это сделал именно Roborock, но почитайте в интернете сами, вы это увидите. Это огромный холдинг, это просто мега-гиганты. Есть именно в Roborock. Это модель классная, базовая, она продвинутая, чем другие многие, но есть еще супер премиум, о ней поговорим позже, она чуть дороже. Так, хорошо. Ребят, что хотите? Мусор в студию. Окей, я согласен. Погнали убираться. Давай. Я тебе приготовил мусор. Мусор в студию. Молодцы. Все, кто пишет, значит, смотрите, что мы сделали. Я, ребят, не знаю, как у вас, я хотел, чтобы здесь было вот что. Чтобы был здесь крупный мусор, я поэтому взял кофе, ну, потому что зерна большие. Я взял мелкий мусор, типа вермишели, потому что она крошится. Ну, и рис, гречку, горох. Ну, короче, все, что я не люблю. Так, погнали. Так. Куда можно посыпать? Да прямо перед ним рассыпай. Прямо перед ним. Я тебе рассыпаю. Снимай, снимай, Макс, снимай, а то он засосет, и тебя не увидим. Слышишь, сразу звук пошел. Это все с большой силой влетает внутрь полисборника. Так, слушай, так, вот сюда давай. Ну, я рассыпаю. Иди, иди вперед, не бойся. Смотри, развернулся. Датчик прочитал. Давай тебе на пути, куда поедешь сейчас. Ты выключил его? Мне хотелось руками им поуправлять. А, ну, хорошо. Кстати, можно руками... Во, поехал на мой мусор! Офигеть. Ты посмотри. Офигеть, ребят. Вот здесь осталось немножко, но он, по-моему, просто не захватил его щеткой. Он на обратном пути его заберет, когда поедет. На. Кушай мой хороший. Кушай мой малыш. Кушай мой маленький. Мягкий нужно, сухой любой засосет. Голубя! В смысле голубя. Ты хомячка своего береги, главное. Речку давай выкинуть. Здорово! Ребят, ну тут... Это реально. Кстати говоря, много обзоров есть тоже. Иди сюда. Э! Иди сюда. Кстати, многие клички ему дают, на самом деле. Это тоже важно. Можно управлять приложением, чтобы он в автомате сам исследовал вашу комнату. Вообще, ему нужно поработать на 15, чтобы он все исследовал. Потом будет убирать уже... А можно управлять непосредственно с руки. Куда хотите, чтобы он и поедет. Сейчас можно... Я просто сказал добавить, что сейчас можно хорошо увидеть, как он убирает все уголки комнаты. Кстати, касательно углов тоже. Он прям по краям хорошо ездит? Да. Прям захватывает. Он их очень хорошо вырабатывает. И при этом из-за того, что он круглой формы, многие думают, что кажется круглой формы, он не достанет ничего в углах, ничего подобного. Он отлично отрабатывает углы. И это получается намного лучше, чем у моделей, которые имеют такую прямоугольную форму, есть такие на рынке. Потому что они очень плохо работают под диванами, под креслами. Ребят, ну вообще ничего не осталось. Это не стирается. Поехал дальше убирать. Главное, мы обо всем... То есть я поставил его и забыл? Поставил приложение, управляя приложение, включая его в автоматике, или же управляя ручным способом. Окей. Слушай, я хочу тебя спросить. Ты можешь его... Ребят, вот это все вы получаете в подарок. Офигенный портфель с USB-зарядом, спортивная бутылка, вот такой термос, зонт и вот такой крутой рюкзак тоже в подарок при покупке любого сегодня при применении промокода. Вы видите его наверху. Он там написан. Промокод будет действовать в течение 4 часов. Час пока мы вещаем, и 3 часа после. Дополнительная скидка, подарки и плюс приложение. Мы можем его отправить, чтобы он немножко подзарядился, ну, например. Да, можем. Он это делает автоматически, он находит саму станцию и едет к ней. Так, киньте на ламинат, а то на плитке не видно. Братцы, у нас это ламинат, у нас другого нету ничего, у нас плитки-то нету. Он поехал уже? Можно подкинуть? Да, он едет на зарядную станцию, сейчас я верну его обратно в процесс уборки. Хорошо, но он как бы убирает, только тихо. Про шнуры скажите, зажевывает? Нет. Ну, если это будет какой-то шнур, который очень тонкий, который надо убрать, то да, уберет. Если это толстые прокабели питания, обычные, которых дома полно, он по ним проедет, и особых проблем не будет. Там специально есть даже сеточка, которую ты показывал. Прутики вот эти вот. Они позволяют решить эту проблему. Смотри. Все, застрял на проводе, второй ведущий его поправил. Ты поправил его? Серьезно, да? Я тоже не видел. Смотрите, смотрите, смотрите. Хороший вопрос. Почему у него только одна штучка? Потому что есть... Потому что этого достаточно. Да? Больше и не нужно. Она прекрасно справляется со своей задачей. Она подкидывает мусор. И только что мы это видели, когда он проезжал по мусору. Она собирает его в середину, и этого достаточно. Это одной щетки. Тяжелый. Кстати, сколько примерно? Я бы килограмм 2-3, наверное, дал ему. Но мы сейчас точно скажем. Хотя все, что вам интересно, вы можете дополнительно в описании прочитать. А так не важно, сколько он весит. Он ездит по полу. Ну, знаешь, шли. Мы все хотим знать, Артем. Отстань от нас. Мы пытливый ум. Ребят, 4 тысячи на него скидка. 18 990. Вы берете, поймите, вы берете роборок. Это родоначальники. Десятка функций крутейших, которые существуют в любых роботопылесосах мира. Это топ. Это огромный холдинг. Вот роботопылесосы. Все остальные игрушки. Серьезно. Нет, есть на самом деле марки. Наверное, тоже 40-50 тысяч. Достойные. Но вот это за 18 990, это прям топ. Хотя мне очень интересно познакомиться с другой линейкой. Сколько у нас времени? Пора уже к ней переходить. Она выше ценовой политики. Но в принципе, роборок, если купите, блин, все, это топ. Сейчас примените промокод. Вот эти все подарки вы получите совершенно бесплатно. Плюс дополнительно по промокоду тысячу рублей скидка к нашему эфиру у вас есть 3 часа. Один раз включите его, забудьте обо всем. Ребята, роботопылесосы, это правда круто. Но это не отменяет, не отменяет генеральной уборки. Ну согласись, да? Все-таки генеральная уборка. Нет, нет, не соглашусь. Так. Как так? Этот роботопылесос убирается постоянно. Поэтому, почему нужна генеральная уборка? Ты в течение недели, допустим, накапливаешься, приходишь, у тебя где-то какой-то песок в прихожей там упал с ботинок, и это все копится. Там вечером ты ходишь, все это разносится по углам, вот эти все углы под диванами, все это надо убирать. С этим роботом-пылесосом останется только протирать пыль с поверхностей, а с полом больше ничего делать не надо. Но опять же, на поверхностях ее будет меньше, потому что ты просто не будешь ее разносить вверх, ходя по ней. Ты пришел, чуть-чуть намусорил там в коридоре, у тебя все это собрало, позавтракал, какие-то крошки, а про полы вообще забудьте. Ребят, если у вас 2 сантиметра ковер, не проблема, он въедет в него, вообще не проблема, он все считывает классно. Спрашивают, сколько он стоит. Ребят, смотрите, пылесос Е5 сегодня стоит, вот сейчас в прямом эфире, 18990, примените промокод, он вот здесь вот, он действует час и три часа после, ламобайл 2021, помимо дополнительной тысячи рублей скидки, вы получите еще все это море подарков, но только 4 часа. Таких предложений не было никогда, вы на крупнейшей интернет-площадке на Озоне. Вот сейчас это возможно. Это вообще с USB зарядку. Нереально просто крутой, мне еще нравится очень термос классный. Ну и конечно зонт, о нем тоже не забывайте, скоро осень, скоро осень, скоро жара, там песня лето была. Поставлю его сюда, пусть он его теребит. Так, понятно, ребят, он имеет влажную уборку, не забывайте об этом, правильно? Да, пока все правильно, я говорю. Какие еще вопросы, ребята? А, вот какой вопрос был хороший, есть ли реально гарантия? Потому что кто-то где-то покупал в прямом эфире, сказали типа, что это была шняга и так далее. Здесь в прямом эфире покупаю, беру скидку, все норм с гарантией? Конечно. Сколько? Год? Да. Все, да? Ну по классике, как по законодательству есть. Все, ребята, есть, не проблема. Окей, значит, Е5, всем понятно, ребята, это та база, которая ну стопудово нам нужна. Все четко и хорошо. Но поехали к премиум сегменту. Я хочу посмотреть, у нас с тобой осталось 30 минут времени, да, я думаю, что как раз можно посмотреть. Все вот это, то, что здесь есть, мы оставим вот так вот. Я положу. Это первое, о котором мы говорили. Это Е5. Это Е5. Мусор я оставлю, с вашего позволения. Поставлю здесь беленький Е5. Значит, еще раз мы его показываем, да. Напоминаю, что роборок это родоначальник и отец почти всех функций. Вот, кстати говоря. Я еще хотел бы обратить твое внимание на компактную зарядную станцию. Обрати. Она очень такого небольшого размера, в отличие от других моделей. И понятно, что когда пылесос стоит на месте, да, ты ее видишь, но вот это вот, она действительно меньше многих других и лучше впишется и в интерьер, и меньше занимает места, и ты всегда найдешь для нее какой-то уголок. Тоже немаловажно. Спасибо. Так, хорошо. Ребят, вы пока пишите, я стараюсь отвечать. Если что, тут представитель, ну, нормально, значит, ответит. Чудо, мне опять сон приснится. Насколько хватает его? Коль, вопрос, насколько хватает его чего? Одной зарядки? Если мы говорим об одной зарядке, вполне хватит на одном помещении, где-то около двух с половиной часов. То есть, вполне хватит убрать большую квартиру. Кошмар. У вас таких квартир, по-моему, нет. Я извиняюсь, если Озон второй раз продлевает доставку, Андрей, блин, слушай, дружище, я не знаю, прости, тут тяжело ответить за это. Пиши, пиши, пиши. Так, отлично, мы идем к премиум сегменту. Что это такое? Что можно еще туда включить, чтобы он считался премиум сегментом? И почему цена вырастет в два раза? Почему цена вырастет в два раза? Мне интересно. Итак, А вот и оно. Это та самая коробка, про которую я тебе говорил. Я люблю лаконичность, но, ты знаешь, для премиум, ну, как-то так себе, конечно. Ну, вот ты такой покупаешь этот пылесос, смотришь на него, думаешь, что это какая-то коробка невзрачная. А на самом деле, о тебе просто заранее подумали. Они вот в эту некрасивую коробку упаковали вот этот красивый пылесос. Доставай. Ну, я, да, сам. Ребята, я купил пылесос. И вот теперь все красиво. Вот теперь у тебя ощущение, что ты купил красивую премиальную вещь. То есть, слушай, это прям топ-топ. Да. Прям премиум-премиум. Ну, лучше-то вряд ли найдешь. Серьезно? Блин, мне нравится. Давай, распаковывай. Это максимальное то, что может предложить роборок. Мне все нравится. Так, сзади. Ну, ты смотри, как упаковали-то. Да, сейчас мы поставим, только я здесь открою. Я запомнил, что он заваливается. Ага, вот видите, они дополнительную защиту здесь сделали. Я раскрываю, ребята, впервые новый, лучший в мире робот-пылесос. Ну, вы прикиньте. Та-ра-та-ра-тай-ра-тара. Тихо. Так, готовы? О, это какой цвет будет? О-о-о. Так, смотрим. Значит, инструкция. Руководство по подключению к сети. Все это понятно. Остальные документы, которые должны быть, да. Значит, шнур вот такой, для питания. То же самое, щетка. Но мы еще вернемся к тому, почему она здесь лучше, чем в том пылесосе и лучше, чем вообще в пылесосах. Других. Все пылесосы. Интересно, интересно. Это просто технологии. Это заберем на дачу рассаду будем возить. Тоже хорошо. Так, значит, и погнали. Вот он. Вот он, красавец, ребята. Топ-топ. Премиум, супер-премиум вип платина-алмаз. Ну, наверное. Сейчас узнаем, почему. О-о-о. Разрываем его и достаем наш робот. Мне, кстати, нравится, что он в сборе уже, знаешь. Вот не надо ничего там. Прикрутите сюда, сделайте то. Не знаю. О, слушай, так это даже не черный цвет, какой-то такой с перламутром немного. Ну, это же премиум. Это же премиум, ребята. Конечно. Так. Внутреннее строение. Слушай, здесь нет щеточки. Здесь новая щетка стоит, новая технология, которая позволяет лучше убирать помещение. И она очень хороша в том плане, что она будет меньше подвержена воздействию ворса. То есть она будет лучше справляться с ворсом. Если у тебя есть ковры, то вот эта щетка обновленная. Старая щетка выглядела вот таким образом в предыдущей модели с ворсом. Вот здесь теперь ее заменили вот такими вот технологичными силиконовыми вставками. Так, так, так. Хорошо, давай его поставим. Слушай, ну он даже по... Да, вот так вот. Все, да? А, ну и станция, соответственно. Да, док-станция такая же миниатюрная. Такая же миниатюрная док-станция. Давай ее тоже посмотрим. Все, вот эта вот зарядочка ваша будет заряжать. Все. Круто, круто. Так, ну, рассказывай тогда, потому что здесь немножко есть другая технология. Я смотрю, он и визуально немного другой, да? Опять же, смотри, как он, да? Смотри, какая высота. То есть, его амортизации хватает. О, вот на хороший такой большой уровень. Здесь куча всяких датчиков встроена. Здесь есть... Вот она, кстати говоря. Мы как-то, как мы посмотрели. Сейчас попробую сам. Ага, вот сюда, ребят, вода заливается. Вот сюда вот, да. Обратно вставляется и моется. Так, ну давай, Артем, рассказывай, интересно это премиум послушать. Естественно, поскольку какая-то премиальная модель, здесь должны быть технологии. Вот ты бы что назвал здесь главной технологией? Что тебе первое бросается в глаза, когда мы смотрим Меркулесов? Вот это. Да. Ты прав. Чуть такая. Это лидар. Лазерный сенсор. Лидар. Лазерный сенсор. Он определяет, он там внутри стоит куча датчиков, эта вся конструкция вращается внутри, и она строит карту помещений, то есть она полностью понимает, где у тебя что находится. Эта технология, когда отправляется луч, потом вот приходит обратно, вот это время засекается, ну понятно, что это там какие-то микродоли секунды, но электроника с этим нормально справляется, и мы получаем полностью расстояние до каждой точки помещения. То есть если у тебя где-то стоит кресло, оно будет отмечено, где-то шкаф он будет отмечен, и тем самым пылесос может построить карту, ты в приложении будешь видеть эту карту всей своей квартиры, будешь понимать, где он находится, по каким линиям он проехал. Серьезно? Я тебе больше скажу, не зря же Roborock зарегистрировал бренд Rock Smart Car. Понимаешь, о чем говорю? Не понимаю. Они могут начать делать автономные автомобили. По крайней мере, они могут к этому готовиться, и Lidar у них уже есть. Круто, ребята. Вот матери подадить нужно на держение, блин, хочу, в аккумулятор счетки есть продажи. Насчет, кстати, много вопросов, сейчас, ребята, пойдем дальше, насчет расходников. Про расходники есть вообще все классно, все расходники, ну не все, практически все расходники официальные, то есть тебе не надо думать, какая у тебя модель, там единственное, что в этой модели, например, фильтр чуть побольше, а в остальных все аксессуары, они все одинаковые. Оригинальные найти проблем никаких нету, естественно, лучше покупать оригинальные, потому что стоят они не таких больших денег, но они гарантируют качество. Здесь тоже крутой фильтр, аллергия, мелкая пыль, все собирается. Все с этим отбили. Значит, что я понял, вот эта вот база, на танке такая штука, она отправляет лазер и создает, значит, карту всему пространства здесь и сейчас, и я в приложении это вижу. Да. Еще построю твою квартиру полностью с комнатами, с дверьми, с мебелью. Ты? Еще. Он работает на американскую разведку, надеюсь? Обсудим это потом. Обсудим это потом, ладно. Погнали дальше. Так, еще что есть? Что нравится? Какие плюшки? Что здесь крутого? Это же топ, топ, топ. Здесь гораздо больше сенсоров, которые позволяют ему двигать помещение. Он имеет силу всасывания 2500 паскалей. Естественно, все это вместе позволяет ему ориентироваться в пространстве, как я уже говорил, но самая еще интересная вещь, дополнительная, это виброщетка. То есть вот эта щетка, сзади, которая ставится, она у нас лежит сейчас отдельно, она не просто какая-то там тряпочка, которая может двигаться и промывать полы, она вибрирует. Вибрирует со скоростью 3000 раз в минуту, это 50 Гц. Так. Это очень высокая скорость. И тем самым она просто трет полы. Потому что пылесос, любой пылесос, он может собрать пыль, грязь, это может быть огромный пылесос такой со шлангом, он все равно не соберет, например, пролитое высохшее молоко дома. Если у тебя была вещь ринка, ты пролил какой-нибудь коктейль, он тоже, он останется таким лирким пятном, этот пылесос может не исправить, потому что он проедет так. То есть он при помощи ультразвука даже вот какие-то засохшие пятна начинает убирать? Она очень быстро двигается, эта щетка, да. Девушки-матрешки, ребят, вы понимаете? 3000 раз в минуту она двигается. Ребят, вы поймите только, ничего лучше в мире и новее, да, дополнительных функций не существует. Вот они, вот здесь и сейчас. Купите сейчас, промо-код не забывайте наверху забирать себе и вот все подарки, которые здесь, еще получите в течение четырех часов можете заказать. Я тебе даже больше покажу. Смотри, вот здесь это хорошо видно. Вот она, эта часть, которая двигается, на ней крепится тряпка и она вот так вот двигается туда-сюда, ну, без таких щелчков, естественно, это я ее в крайнее положение вывожу. Система ее двигает вот так со скоростью 3000 раз в минуту. Так, автоматическая коробка передач, да, практически. Робот, если сядет, поедет подзаряжаться и потом продолжит уборку, кстати, да, определит уровень заряда, что уже пора ехать. Я тебе больше скажу, он запомнит место, где он закончил уборку и потом вернется на него же. Мне кажется, я не запомню, где он закончил уборку, когда отключился, после того, как я коктейль уронил, после вечеринки. Так, все, бери пылесос, когда кота будешь возить, да-да-да-да-да-да. Так, цена ремонта, его когда откинется, когда откинется. Ну, кстати, гарантийные все сервисы, а по России и так далее вообще существуют? Все это есть, гарантия на него действует, соответственно, если с ним что-то случится в течение гарантийного срока, гарантия действует. Ребят, нет, у меня нет робота-пылесоса, у меня есть беспроводной вертикальный пылесос, а здесь есть. Так, ну что, я считаю, что надо включать. Посмотрели черный с вами, давайте посмотрим на белый. Ты сейчас через приложуху будешь делать? Да. А здесь пульта нет? Здесь через приложение? Здесь. Через приложение, да? Нет, здесь пульта нет, здесь все через приложение. А он вообще работает от Wi-Fi, да? Да, он подключается к Wi-Fi. Ты когда изначально его настраиваешь, ты здесь зажимаешь две кнопки, но в приложении написано, как все это сделать, все делается буквально там за 30 секунд. Он подключается сам к Wi-Fi и связан с роутером, и поэтому, опять же, ты можешь из любой точки мира им управлять. Круто. Ребята, отдыхаете вы в Дубае где-нибудь? Или на Крите где-нибудь, да? Ну, как-то у меня дома грязно. Как-то у меня дома грязно? Вот чувствую, грязно, бац. А вы еще видите на карте, которую он составил, где он убрался, а где нет. Круто. Слушай, а я могу его, например, заставить только в одной комнате убираться? Или мне надо просто дверь закрыть? Ты можешь ограничивать зону, где не убираться, где убираться. О, вот это круто. Ну, например, ты не хочешь в каком-то месте, у тебя там творческий беспорядок твой личный. Именно это место тебе не надо трогать. Пожалуйста, указал это место, и он не будет там ничего делать. Аккумуляторы не взрываются? Ну, нет. Какой-то вопрос, конечно. Так, поехал. Слушай, как он... О, ковер, ковер. Пускай залезает. Вообще... Слушай, а ты влажную уборку здесь включил? Ребят, видите, нет? Блин, видно, Макс, на камере? Это... Вот он сейчас влажную уборку сделал. Причем, не так много воды, но влага все равно есть. Блин, влажная уборка, это просто круто. Кстати, если думаешь, что вот эта влажная уборка, он дальше пошел убираться с влагой, ничего подобного, потому что он щетку приподнял. Он понимает, что он заехал на ковер, он приподнимает щетку, и все, и получается чисто. Это он понимает это? Да. Ты понимаешь, влажная уборка... Ребят, он не только трясет ей со скоростью 3000 раз в минуту, он еще и может приподнять ее, чтобы почистить ковер, и ковер оставался сухим. Просто офигеть. Дизайн, кстати, очень крутой, мне очень нравится. Да, дизайн красивый. Блин, наверное, белый, правда, круто. Он просто практичнее будет, если подержать. Вижу, я тебя убедил. Убедил. На самом деле, влажная уборка, это так круто, потому что наши мамы, особенно, кто беспокоит за детей, которые ползают, они сами протирают 2-3 раза в день, но это так сложно, вы понимаете, чтобы ребенок ползал, особенно если домашнее животное есть. Он будет убираться 5-10 раз в день, сколько хотите. Хотите влажную уборку? Пожалуйста. Мало того, что все убрал, еще влажную уборку сделал. Высохла через полчаса, у вас чистейшая квартира. Забудьте обо всем. Это лучший в мире, ребята, это роборок, родоначальник. От них идут потом остальные все бренды, потому что им надо как-то догонять роборок. Здесь все есть. Так, мне сегодня сказали, что иначе он наестся и умрет. Надо мыть полы часто. Иначе он наестся и умрет. Мне сегодня сказали, что в доме роботом-пылесосом надо мыть полы часто. Иначе он наестся и умрет. Ну, ты и так и будешь это все делать часто. Часто, да, вроде часто. Так, Татьяна, спасибо тебе большое за комментарий. Зловисло все, здрано. Подумал о наборке, не захотел домой ехать. Обычная ситуация, кот и пылесос. Вообще никаких проблем не будет. Он не засосет этот хвост вашего кота. Слушай, а мне интересно, занавески. Занавески очень часто немножко опускаются на пол, чтобы он не заехал на них и начал их сдирать. Он не начнет их сдирать. Во-первых, у него не хватит веса для того, чтобы их содрать, даже если уж что-то. Но он оборудован кучей систем, которые помогут ему предотвратить это. Блин, ну это как круто, ребят. То есть он помыл влагой. Как только заехал на ковер, он приподнял и не мочит ваш ковер, как бы он не был. Опять же, здесь высота 2 сантиметра, да? На 2 сантиметра вверх он зарезает. Блин, ну круто, круто. Детям опасен он. Тань, ну давай посмотрим. Опасен он? Для детей он не может быть опасен, потому что у него все движущиеся части находятся снизу. Ну и, соответственно, здесь нечему быть опасным. Ребяточки, родоначальником роботов-пылесосом являет, да, но функционал, который открывается, лазеры, влага. Вот смотри, родоначальником на каких функциях был наш бренд. Совмещенные влажные уборки, чтобы он сразу убирал все это. Влажная уборка. Лидар тот самый, который строит карту помещений. Карта помещений, да. Уборка ковров, то, что вот эти продвинутые системы. Все это впервые появилось в Ребарокке. Вот так, вот так. Я просто читаю, сразу смотрю, да. Да, и, кстати, возвращаясь к твоему предыдущему вопросу про детей, там есть специальный режим, который позволяет еще более безопасным быть для детей. Ну, то есть, он и так, как я уже сказал, безопасен. Но производители все равно подумали вели там некоторые алгоритмы свои, которые позволяют еще более безопасно. Смотри, они сейчас подружились. Ммм, ты мой хороший. Е5 и Е7 подружились. Он сказал немножко, ты пока отдохни, я поработаю нормально. Покажите, как он отпустит опустит занавеску. Что-то не верится. Как он отпустит занавеску, если засосал. Ну, у нас, к сожалению, здесь нет занавески, чтобы это показать. Я тебе могу сказать, как. Он ее засосет, поймет, что дальше никуда, развернется и уедет. Вот и все. Слушай, давай, можно он поубирает теперь грязь? Конечно. Сила всасывания. Она такая же здесь, 2500 паскалей. 2500 паскалей. Это и так, большая мощность. Смотри под стол. Ну, блин, практически, практически залет. Практически. Так. Снимаешь, Макс? Ты снимай, снимай, снимай. Пусть он собирает. Смотри, по периметру проехал, идеально. Плюс еще... Слушай, а если я не хочу влажную уборку, могу без влаги? Да, ты можешь ее отключить. Да? Хорошо. Так, давай, иди на ковер, малыш. Сейчас мы тебя загоним. Давай, давай, поднимайся, поднимайся. Скажи мне, я тоже могу выбрать силу, мощность всасывания? Да, могу вообще все, что хочу. Все это регулируется. Круто, круто. И, соответственно, на коврах он может автоматически увеличивать мощность всасывания. Вообще, ты как рекомендуешь его обслуживать? Ну, там, раз в день или после каждой уборки лучше очищать контейнер? Ну, например. Ну, я скажу честно, каждый день я это не делаю, естественно, но контейнер хватает достаточно на большой срок. У него контейнер, там, примерно, пол-литра. Пол-литра пыли собрать с квартиры, когда ты убираешься каждый день и у тебя не особо грязно, это достаточно проблематично, на это надо много времени. Угу, угу, понятно. Если, конечно, не делать, как мы вот так засыпаем камнями всю студию. Слушай, а правда, если какой-нибудь винтик попадет? Ну, попадет и попадет, вытряхнешь потом. Да? Если, конечно, это не вот такой вот камень, с которым просто скорее объедет. Смотри, 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 как он угол. Покажи, покажи, покажи. Вот он сейчас, блин, классный он угол объехал. Просто офигенно, ребята. Вот, вот, видите? Ну, я вам скажу так, вот, Влада, видите? Вот до сюда, вот, вот так вот. Ох, смотри, уехал. Покажи, беги. Смотри, уехал, а? Видите, он просто, надо дверь просто закрыть. Вот, чищен прикрыть. Либо задать в приложение, чтобы он туда не ездил. Вот, вот, все, 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 вот, смотри, вот, теперь он будет биться. Либо задать в приложение, чтобы он туда не ехал. Так, цена его сейчас, ребят, снижена на 8000 рублей. Блин, цена большая, конечно. Цена большая, но мы же не говорим о том, что какой-нибудь ламборгини стоит дорого. Да, он стоит дорого, но это Ламборгини. Есть Мерседес, есть ВАЗ, есть кнопочный телефон, есть максимальная комплектация смартфона. Есть вещи, которые просто стоят дорого, потому что они сами по себе такие. Так, короче, есть промокод, ребят, еще снижаем на 1000 рублей. Вот он, LAMOBILE2021. Вот все эти подарки вы получаете. Ребят, все вот эти подарки, которые вы здесь видите. А это, кстати, тоже не так мало. И причем они очень круто сделаны. Смотрите, ну, во-первых, бесплатно мы сегодня получаем. Единственное, что будет действовать акция только в течение нашего эфира. И три часа после тоже. Рюкзак с USB-портом для подзарядки гаджетов от портативного аккумулятора. Материал влагоотталкивающий, паз для ноутбука, ортопедическая спинка. Все, термос, вот он. Значит, высококачественная сталь, сделан прочная сталь. Любимый чай, кофе, долго вообще не остывает. Значит, зонт. Кстати говоря, купол зонта из прочного материала, который отлично прослушит вам. Вот так вот, портативный. Ну и, конечно же, вот такая вот спортивная чаша. А, ну и еще и вот такой, конечно же, портфель. И, ребят, это уникальное предложение. Ну, правда, круто. Ну, скажите, круто. Ты спрашивал, как работает Лидар? Он успел собрать немного данных. Ему, конечно, нужно объехать всю комнату, чтобы это посмотреть. Но он уже собрал данные, и мы видим траекторию, по которой он проехал. Вот здесь крест, это наш стол, ножки которого он обошел. В этот угол он просто у нас еще не ездил. Но когда он объедет всю комнату, он построит полную картину этого помещения. Ребят, какие вопросы есть? Я хочу услышать ваш вопрос, потому что, ну, на данный момент, я сейчас коробку вам покажу, ну, правда круто. Это, конечно, топ мировой, причем, и это очень круто. Значит, Настя, я тебе честно могу сказать, не я. Был один комментарий, он сказал, ого, девушка. Настя, иди к нам. Я тебе... Настя, привет. Я хочу сказать. Здравствуй, выход. Настя, как дела? Отлично. Ты что-то знаешь о этих пылесосах? Конечно. У меня уже мой дом такой. Какой именно? Я, когда начала с ними работать, полгода сопротивлялась, но в итоге не смогла остановить себя и все-таки приобрела. И я скажу, что это самое выгодное вложение, которое вы можете сделать в свое время. Потому что ваше время это самое ценное, что у вас есть. Поэтому занимайтесь собой, занимайтесь спортом, любимым хобби. Пусть уборку подумает о бородке. Слушай, ну, он реально, ты не просто купил, он стоит. Он реально работает у тебя. Каждый день. У меня дома кошка, длинная шерсть, у меня усы моют, длинные волосы. Прекрасно все устроено. Так что берите, не приходите. А у тебя какая модель? У тебя есть предыдущая модель. У меня есть 5 Макс. Есть 5 Макс, да? А, ну то есть в линейке есть S, есть E, да? Мы сейчас демонстрируем в линейке S самый топ, да? То есть круче него даже ничего нет. Есть еще S6 Макс, который тоже можно рассмотреть. Он с камерой, вы можете наблюдать, что у вас происходит дома на расстоянии. То есть это камер-шпион? Сидеть тогда немножко. Да, да, да. Ну хорошо, хорошо. Значит, скажи, ты какой цвет предпочитаешь? Белый. Мне очень нравится. Нравится? Я как девочка. Но это смотря какой у вас интерьер. Надо тоже учиться. Смотрите, как девочка. Мне, например, тоже белый нравится. Да? Ну ладно. Надо задуматься. Ты обрати внимание, ты сегодня в бело-черном, а я сегодня в черно-белом. Понимаешь, да? И пылесос у нас в черно-белом. Мы готовили. Спасибо тебе большое. Хочешь нам все еще? Хорошо. Да, ладненько. Так, Андрей, ну скажешь еще что-нибудь нам, пару слов? Хорошо. Ребята, у нас здесь главный редактор. Вообще, конечно, он профик. Я его помучил в самом начале. Нет, он мне показывает кулаки. Плевать, ребят, прямой эфир. Потом будем разбираться. Так, какие вопросы у вас есть? Меньше слов, больше волос. Блин, волос. Слушайте, а мы не подготовили волоса, честно говоря. Блин, у меня они падают, ребята. Настя, дашь пару волос, а? Правда, интересно посмотреть. Ну, может, с расчески есть. Или с гримерной принесите, ребят, волосы. Это посмотрим, если успеем. Хотя успеем, наверное, да. Так. Ребят, что так мало лайков? 57. Нас смотрят сейчас больше 4 тысяч человек. Кстати говоря, это очень круто. Я ему накидаю сейчас еще мусора, чтобы... Обратите внимание, он опять заезжает на ковер и увеличивает силу всасывания. Потому что он понимает, что на ковре... Видишь, он сейчас тише поехал. Да. Заедет на ковер, начнет шуметь громче. Слушайте, если он понимает, что там надо убраться. Ребят, а вы слышите звук? Просто, ну, чтобы нам понимать, какой уровень шума будет в нашей квартире. Смотрите, съехал с ковра, стал работать тише. То есть он адаптирует под условия покрытия, на котором он ездит. Он понимает, что там надо убираться интенсивнее. Здесь такая сила всасывания не нужна на ровной поверхности. Робот всасывает вакуумом или только как веник с щетками? Вакуумом и щетками. Ну, обычная тяга, как у обычного пылесоса. Вот так, вот так. Чтобы еще спросить. Так, швабра поднимается? Да, поднимается. Как пылесос взаимодействует с животными? Вопрос уже был, зависит от животного. Фирменное приложение управления, правильно? Я его поставил и управляю с телефона. Так, ребят, ну, смотрим. Влажную уборку вы видели, тестируем. Ну, вот не знаю, на сколько воды хватит. Хотя он очень экономно его, на самом деле, расплескивает. Ну, наверное, тоже метров на 100, наверное, да? Где-нибудь так, да? На 180 метров квадратных. На 180 хватает? То есть ты можешь, если у тебя квартира метров 70, ты можешь, тебе хватит на две там с лишней уборки. А чем смазывать колесики робота? Эх не надо смазывать. Как не надо? Колеса есть, значит, надо смазывать. Коллективным чатом добились волосы. А, ребята, вы все просите волосы, оказывается? Вас много. Ну, дайте каких-нибудь волос. Еще надо резать. Резать? Конечно. Твои резать? Подстрижем, да. Блин, давай, иди. А где? А ножницы давай. А где? Слушай, ребят, сейчас резать мои волосы. Давайте. На стресс. Твои волосы пошло, но ради роборока. Твои волосы? Да, давай, кончики подстригаю. Где будут? Давай будут, чтобы мы увидели результат, да? Так, подожди. Не, подожди, почему кончики? Давай просто один длинный. Ну, какой один длинный? Они же все длинные. Мы что, все резать будем? Давай кончики, давай. Давай, давай. Я потом подровняю. Блин, а что ты подровняешь? Думаешь, я криво тебе сделаю? Я бы не решился на такое. Ребят, слушай, я впервые в жизни подстригаю... Надо по диагонали, наверное, да, вот так. Я впервые в жизни подстригаю чьи-то волосы. Ой, слушай, тебе вообще так классно. Да, ну все, волосы есть. Но ты давай вот поближе. Блин, у тебя такие светлые волосы, их не видно, понимаешь? Ну, что, твои будем стыть? Ну, можно, кстати, немножко. Ну, побольше, давай, не жми, давай. Слушай, ну ты вот тут стригиешь. Давай. Вот, отлично. На, ты мне немножко обстриги. Волосы были. Ну, чуть-чуть возьми черных. На, сиди сюда. Ну, давай. Чуть-чуть черных возьми. Ты просто возьми откуда-нибудь и выстриги. Ты поближе давай к полу. Господи. Творица-то. Э, все, все, все. Настригла. Ребята, творица. Погнали, погнали. Давай, иди к нам. Нам теперь его направить, чтобы он пошел к нам. Слушай, а можно я его подниму? А, он к нам идет. Волосы снимай, Макс. Если он засосет один раз, я не буду его вытаскивать. Так. Ой, блин, прости. Я обойду вот так вот. Да. Так. Ты выключил его? А, нет, ты включи его теперь. Просто, чтобы он прямо проехал. Посмотрим. Кстати говоря, здесь круто. Здесь переход... Иди вот сюда. Здесь переход от этого к этому, да. Соответственно, ему будет сложно это сделать. Сложно это сделать. Волосы мы вот так еще сплетем. Фух, смотрим. Волнительно. Инь-янь. Были белые, стали черные волосы. Да, ребята, это все роборок. Смотрим. Причем, смотрите, он едет один выше, другой ниже едет. Вы видите, как он на перекосе отъедет? Волосы остались. Сколько их можно посчитать? Но он едет перекошенный. А снова убрал. А снова убрал. Слушай, ну крутой. А он сейчас щеточкой... Он еще щеточкой себе поможет. Он сейчас щеточкой поможет тебе еще. Давай, давай, давай. Иди, иди, малыш. Иди. А, мы приклеим. Иди. Давай, 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 давай. Езжай, езжай, езжай. Ты сейчас управляешь, что ли? Да. А, то есть ты прям задаешь, куда ему ехать? Да, через приложение. Круто. Ребята, он еще и протер за собой. Так, ну на самом деле, да. Волосы немножко остались. Ты вот этой штукой сюда заедь, и он тогда заберет. И он тогда заберет. Настя, как мы с тобой на стыке именно сделали, ты понимаешь? Подставили наш барок. Не, ребят, забрал. Ну, смотри, сколько осталось. Ну, не знаю. Ну, прям чуть-чуть, чурчуточку. Чурчуленку оставил. Все, 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 езжай прямо, езжай прямо. Вот сюда езжай. Прости, вот сюда езжай. Ну, стык, конечно, да. А мы сейчас волосы вот сюда себе подставим. Ну, на самом деле, все. Убрал. Убрал. Настя, ты не зря пожертвовал своими волосами, я тоже. Фу, молодцы. Артем, поздравляю. Это эксперимент удался. Я впервые в жизни режу волосы. Я не ожидал здесь таких экспериментов, если честно. Да, остались. Остались, остались. Уберите уже ковер. Не будем убирать. Вот пусть так, ребят. Все в прямом эфире. Никакого монтажа нет. Все. Несите шерстяного кота. Так, сейчас мы еще кота пойдем. Волосы обрезали, уже хватит. Еще кота брить будем. Еще кота брить будем. Значит так, давай с тобой по-дэй тоже. Давайте начнем с того. Роборок. Что это? Что мы берем? Что за бренд мы берем? Роборок, это как... Ты где-то в самом начале еще что-то говорил про цены. Я помню, почему цена дорогая. По-моему, говорили про коробки. В первую очередь, когда ты покупаешь премиальный дорогой продукт, ты покупаешь ощущение от этого продукта и его функциональность. В данном случае про функциональность мы разобрались. Все хорошо работает. Он строит карты помещения, он хорошо убирает эти помещения. Но при этом ты еще получаешь те самые ощущения. Красивый внешний вид, про который ты сам говорил. Приятное извлечение из коробки. И все это сходится в одном продукте. Технологии, качество уборки, внешний вид. И все это Роборок. Все это Роборок. Какие два варианта мы сегодня с тобой представили? Модели Е5 и модели С7. Модели Е5 и Е7. Основные характеристики. Давай немножко тоже пройдемся по ним, ребята, чтобы вы выбрали. Е5, вообще мне очень понравился Е5. На самом деле это для людей, которые ценят супер премиум, для которых там важна прям очень крутая штука. Пожалуйста, С7 для вас. Но Е5, по-моему, все убирает. Да, вполне. Просто он не будет строить карту помещений, не будет так хорошо оттирать полы. Он их тоже будет мыть, но он не сможет их с той самой частотой, с теми самыми 50 Гц, про которые я говорил, просто втирать все это. Вытирать, точнее, из пола. То есть втирать щетку со всей силы, чтобы вычистить все полы от всех загрязнений. Да, но вот здесь, конечно, то, что вот эта вибрация происходит, это прям огонь. Ты представь себе это значение, 3000 раз в минуту. У меня 5 макс, я счастливо, Елена Тушенко написала. У меня волосы метровые, потом щетки снимать задолбаешься. Да нет, ребята, Ефимовый Дарья мне больше первый понравился. Даш, а ты знаешь, я, наверное, соглашусь с тобой на данный момент, потому что очень много крутых плюх. На самом деле, я его хочу, но вот сразу по ощущениям, потому что у меня всего 4 часа, чтобы выбрать, наверное, Е5 точно. Не забывайте про этот промокод, я вас очень прошу. Ребята, потому что стрим исчезнет, и мы промокод потеряем с вами. Не знаю, останется он где-то в чате или нет. И запишите его хотя бы сейчас, просто для себя, LOMOBILE2021. Вы его примените, цена опустится еще, а главное, вот все вот это вот только по этому промокоду вы сейчас и получите. Все вот это будет вашим. И сумки, и термосы, и щетка, и точнее, и бутылка, и вот такой вот офигенный для зарядки еще, для USB зарядочки, влагонепроницаемый вот такой портфель. И зонт еще. Короче, все это ваше. Применяйте только промокод, это круто. Так, первый черный и работает лучше на тесте. А черный тебе, слушайте, классно, до нормы идущий, веселый и не нудный. Алмаз Сафин, это про тебя, наверное, написали? Надеюсь. Почему нет? Ребят, спасибо вам большое. По-моему, был крутой обзор, на самом деле, выбрать довольно сложно. Я понимаю, приходишь в магазин одной воды, одной воды, знаешь, брендов миллион. Крема какого-нибудь. Никакой конкретики. Никакой конкретики, сложно разобраться. Тем более, когда мы хотим купить тот инструмент себе в дом, который реально будет помогать. Который ты будешь пользоваться не раз в год по случаю, а каждый день. И он будет обеспечивать самое главное, чистоту у тебя дома. Ты знаешь, сколько я за свою жизнь встречаюсь и узнаю, там, 10-12 тысяч платят за робот-пылесос. Реально, тупой пластик, еле-еле собирает, тихонечко всасывает. Такая игрушка, ты понимаешь? Игрушка. Вот сейчас, вот 18-990, ребят, это робот-пылесос, это мир, это фантазия, это удовольствие, это настоящая уборка. А 41-990, ну, вы, наверное, останетесь в топе на протяжении еще там 15 лет. Долгих лет, точно. Это долго, и это очень круто. Выберите свой любимый цвет, черный или белый. Я скажу, наверное, белый, если что. Скажи мне, управление может быть в E5 как с пульта, так с приложения. Да. S7, продвинутая, это нанотехнологии с приложения. Но если что, я могу выключить его прямо, ну, там. Да, можно нажать на кнопки на самом пылесосе, но охота ли куда-то тянуться, наклоняться, когда есть такие удобные средства? Круто. Скажи, а я могу заложить, например, там, хочу, чтобы он час поработал и все. Не хочу, чтобы долго, да? Обращаем внимание на то, что на ковре, на толщины любой, он начинает увеличивать мощность, потому что он понимает, что на ковре грязи больше в автомате. Но, в принципе, по уровню звука не знаю, сколько децибел в нем. Сейчас у него максимальная мощность, и мы с тобой разговариваем. Да, мы с тобой разговариваем. Особо не напрягаясь. Мы даже петь можем, но не будем. Лучше не надо. Лучше не надо. О, ребята, и вот лайки нам тоже посыпались. Ребята, это круто. Отлично. Вот такие у нас два предложения. Спасибо вам большое. Мне кажется, это было круто. Труд из обезьяны сделал человек, а тут наоборот. Можно в лентяя превратиться. Движение – это жизнь. Жень, отчасти я с тобой согласен. Отчасти я согласен. Только мы об этом вспоминаем не так часто, и мотивации убираться до каждого дня у нас с тобой нет. Однако же это пыль, однако же это аллергены, однако же это наши дети, животные. Давай сделаем мир чище. Вот как у нас стало чисто. Вот столько всего мы собрали. Буквально за эти короткие несколько минут. Настя, там у нас с тобой волосы. Настя, посмотри, вот они. Потом разберем. Вот такой контейнер. Кстати, контейнер-то не маленький. Да. Нормальный контейнер. Почти пол-литра. Почти пол-литра. Зря везги. Просто, Таня, прекрати. Крутой стрим, ребят. Спасибо большое. Добрый вечер. Я пропустил начало. С6+, какая цена? Тряпка и трет. Это в других моделях немножко, да? Ребята, мы делали обзор на два крутейших топовых товара, которые очень хорошо продаются. На самом деле, E5 и S7. Добро пожаловать в Семью Рыбарокко. У вас есть возможность. Я вас очень прошу, но заскриньте себе этот LAMOBILE 2021. Заскриньте себе. Три часа после того, как мы закончим, мы закончим прямо сейчас, будет действовать это специальное предложение для вас. Огромное количество подарков по промо-коду в течение трех часов вы еще и получите. И заберете себе классную технику. Наслаждайтесь. Всех обнимаю. Всех люблю. Артем, спасибо тебе большое. Давай, будет современная техника новая, придешь еще и расскажешь. Конечно, я только за. Давай, здоровья тебе. Ребят, спасибо большое. Классной команде Рыбарокко. Настя, спасибо тебе большое. Было хорошо. Все, ребят, спасибо. Увидимся. Следующий стрим на Озоне также будет круто. Пока. Спасибо. Пока. Пока.